Его взрывали и восстанавливали, не раз реконструировали. По сей день железнодорожный мост через Каму – одно из важных звеньев транспортного сообщения страны. На днях исполнилось 120 лет со дня постройки этого инженерного сооружения. Об основных вехах в истории Пермского моста в репортаже Юлия Языковой. Он больше века связывает восток и запад страны. Пермский железнодорожный мост в свое время был в числе самых крупных в стране. Его строительство продолжалось три года. За это время было изготовлено и смонтировано 10 пролетов. Их установили на опоры из бутового камня и гранита. И 27 января 120 лет назад состоялось торжественное открытие моста через Каму. В качестве испытания по нему пустили поезд из 40 вагонов, в каждой из которых было загружено 400 пудов песка. Общий вес состава получился больше 200 тонн. Под мостом поставили главного строителя и строителей, для того, чтобы машинист спокойно вел этот поезд. Поезд прокатился три раза туда и обратно. И когда закончилось опробование моста, награда машинисту была 1000 рублей. Не забыли, значит, и других тоже причастных наградить. Как раз в то время шло строительство Транссибирской магистрали, которая должна была соединить регионы страны. Ее частью стала Перм-Котловская железная дорога. Она вошла в единую транспортную сеть, благодаря появлению Камского моста. В начале 20 века его запечатлел известный фотограф Сергей Прокудин-Горский, изобретатель цветной фотографии в России. Столетия назад, во время гражданской войны, Камский мост оказался в центре боевых действий. Войска Красной Армии при отступлении попытались взорвать его, но попытка не удалась. Затем ее предприняли уже войска Колчака. Летом 1919 года одна из ферм моста со стороны левого берега рухнула в Каму. В течение нескольких месяцев, пока сооружение не восстановили, грузы в город доставляли летом по воде, а зимой по ледовой переправе. Временные рельсовые пути укладывали прямо на Камский лед. А в качестве локомотивов использовали лошадей. Паровоз бы провалился в воду. Тем временем шло восстановление моста. В мороз минус 30, это и минус 40 градусов. Работы не прекращались ни на день. Этот пролет изготовили на Чусовском металлургическом заводе. Привезли его и вот поднимали с помощью вот этих домкратов. У нас этот домкрат есть по несколько сантиметров в день. Было более 500 таких домкратов. Но мост был восстановлен на два месяца раньше срока. И восстанавливали мост военнопленные, трудовая армия города Перми, железнодорожники. Но в советское время мост перестроили, расширив под два пути. Затем была новая реконструкция. Пролетные строения заменили новыми, более современными. На сегодняшний день через Камский мост в сутки проходит более 200 пассажирских и грузовых составов. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.